Привет, друзья! Вы на канале Вэви Нил и с вами опять Стас Мамин. Друзья мои, сейчас на мешке увидел дискуссию по поводу того, что нужно ли обязательно в названиях или в параметрах указывать оригинальное издание или неоригинальное, официал или неофициал. Ну, я туда влезать не стал, это в форуме мешка. Знаете, мое мнение, что это каждый решает сам. Тем паче, что по пластинке определить можно, кому это нужно. Еще, конечно, там прочитал про то, что некоторые не фотографируют пятачок. Вот по пятачку, по этому всему можно определить, пробить, если надо. Я считаю, что пятачок, хотя бы один, должен быть виден. Вот так, мое мнение такое. А про то, что там писать, не писать, на мой взгляд, это вот обязаловка, мне кажется, вообще ни к чему хорошему не приводит. Итак, сегодня пластинки будут в состоянии неаминт. То есть, супер, супер пластиночки в отличном, я бы сказал, в идеальном состоянии. Некоторые, скорее всего, даже и неигранные будут. Но, как обычно, говорю, что все конверты у меня, друзья мои, я оцениваю состояние ВГ, потому что они БУ. Итак, начнем сегодня с нетленки. Вот он. Фрэнк Синатра, Нью-Йорк, Нью-Йорк, лучшие хиты, 83-й год, немецкое издание, оригинал. Сейчас на мешок залез, почему залез на мешок? Ну, пластинка-то очень известная и распространенная. У меня их было много, много, уже не один десяток. Но залез по той причине, что я что-то как-то за ценами не могу никак уследить и залез посмотреть. Значит, сейчас на мешке только одно предложение такое за 5000 рублей. И почему-то написано, я открыл там в описании, написано, что первое английское издание. Вот дословно. Смотрю на фото, а там точно такое же. Вот немецкое издание. А, ну тут и дни будут доставать. Немецкое издание. Какое-то первое, не первое. 83-й год, одним словом. Ладно, друзья мои, останавливаться на ней не будем. И так много времени потеряли. Стоимость такой пластинки, я полагаю, должна быть от двух с половиной до трех тысяч рублей, если она в идеальном состоянии. Ну, вот где-то так. Если она там с царапочками, как у меня была, я выставлял 1600, кому интересно. Инкер и Энд Хамилтон. Мюнхенский дуэт, ничем особо не известный. Вот это вот, они образовались, по-моему, в 79-м году, но не суть. Сам-сам дуэт, честно говоря, так себе. Но вот к этой пластинке непосредственно, не только приложил руку, он полностью ее создал. Майкл Кретл, всем нам известный Миша Кретл. Он тут и продюсер, и все, и все, и все. То есть, это, так сказать, можно сказать, что это вот детище и релиз самого Майкла Кретл. Это то ли 87-й, то ли 88-й год. Здорово у него получилось, у Майкла Кретл я имею в виду. И поэтому эта пластинка очень популярная и у нас, и не у нас. На мешке они есть, цена доходит то ли до пяти, то ли до шести тысяч. Я думаю, что в состоянии не Аминт эта пластиночка будет стоить 2200 рублей. Статус Кво. Сборный альбом. 83-го года. Английский пресс. Вот они. Не самый частый пресс, друзья мои. На мешке как-то видел что-то около, там, одна была что-то 1200, другая 3. По состоянию не смотрел, но та, которая за 3, наверное, в идеале. Думаю, ну, что даже в идеале вот 1200-то она наверняка стоит. Ну, это хард-рок, кому интересно, поп-рок, статус-кво, понятно. Бонни Телла. Со своим альбомом 86-го года. Очень популярный, хороший альбом. Вот вкладка должна быть, она присутствует. Пресс вот этот, друзья, греческий. Я спецом потыкал в него иголочкой. Хорошо звучит. Я стараюсь по мере возможностей всегда проверять и вы, и вас призываю проверять различные, вот так, греческие, итальянские, какие-нибудь португальские, венесуэльские и прочие вот такие. Ну, вы поняли, к чему я. Перу. Обязательно проверяйте. Не все пластинки у них звучат хорошо, даже если они в идеальном состоянии. Ну, вот так они делали, так скажем. Это в очень хорошем состоянии и звучит хорошо. Стоимость такой пластинки. На мешке, кстати, по-моему, самая маленькая цена. Это 1600 рублей. Ну, думаю, 1500-то она стоит в любом случае. Вот. Опять листомания. Это детище уже всем нам известного Рика Уэйкмана. Ну, Рик Уэйкман, он сам по себе великий музыкант. Еще и в группе ЕС на клавишах играл. А также Роджер Долтри. Они тут совместно изобразили, так сказать, Роджер Долтри, кто не знает, это группа Дэху. Пригласили также Ринго Стара сюда. И получилось замечательно. Получился вот такой замечательный рок-саундтрек. У меня он был. Я не помню, показывал я его или нет. Но он был. Его, естественно, забрали. В прошлый раз тоже был в Неоминте. Но там был, вот видите, посмотрите поближе, там конвертик был идеальный. И этот конвертик в состоянии VG, VG-. Это то, что я так его оцениваю. То есть, тот ушел что-то 1700 рублей, этот будет полторы. The Viz. Вот. Это саундтрек. Саундтрек 78-го года. Один у меня сейчас стоит в моих лотах в состоянии EX+. Это не Аминт. The Viz. Это саундтрек мюзикла. То, что мы знаем, как... Черт, наше название что-то вылетело. Волшебник из страны Оз. Волшебник изумрудного города. Вот это Майкл Джексон. Это Дайан Роз. Ну, что тут еще говорить. Скажу еще то, что это оригинальный американский пресс. Он должен быть с постером. Постер вот здесь внутри. Разворачивать не буду. Стоимость такого двойничка вместе с постером в отличном состоянии. Оригинал американский. Будет около двух тысяч рублей. Джина Ванелли. Про него уже рассказывал. Итальянский музыкант. Очень неплохой, на мой взгляд. Я не, так скажем, любитель Джина Ванелли. Хотя на сборниках несколько его композиций попадается. Это 87-й год. Пресс американский. Еще в заводской пленочке. Стоимость такого альбома до тысячи рублей, друзья мои. В любом случае. Группа Тату. Тату. Только не наш Тату. Это 76-й год. И это группа одного альбома. По-моему, это ребята, американцы. Это классический такой рок. Кому интересно, послушайте. Возможно, в интернете есть. По цене, ну, не знаю, тут тоже, наверное, до тысячи рублей. Группа-то не самая известная и не популярная, так скажем. Рай Кудер. Вот Рай Кудер – это, да, это человек известный, популярный. Это американский гитарист. Это его альбом, если не ошибаюсь, 78-го года. Вот оригинальный внутренний. Классный музыкант. По стилю, ну, знаете, такой, наверное, блюз, джаз, возможно, блюз-ролл где-то. Хороший альбом. Вы знаете, я вот сейчас сидел, вспоминал. Мне кажется, он даже переиздавался в каких-то нулевых. Вот настолько он был хороший, популярен, так сказать. Зашел, зашел людям. И его решили переиздать там в каком-то, что ли, в 19-м, то ли в 20-м году. И продают, мне кажется, до сих пор. Итак, это оригинал, 78-й год. Пресс, по-моему, немецкий, точнее, напишу, в лоте. А они этого, знаете, пресс-то американский. Да, оригинал. Made in USA. Оригинальный, ну, думаю, 1200 рублей. Друзья, 1200. Итак, опять-таки, по-моему, уже рассказывал про это. Это сборник, само собой. Но это на самом деле издавалось как журнал. 64-страничный, классный журнал. Замечательно сделан. Здесь про все группы, которые присутствуют на этом сборнике. И, естественно, тут вот, знаете, тут такая есть шикарная реклама. Я тут вот техник с рекламой увидел, по-моему, GVC. Вот кассеты Maxell. Тут такой, знаете, окунаешься сразу в такие 80-е годы. Это 84-й год, если что. Таких журналов было выпущено в Германии, по-моему, то ли 10, то ли 12. Группы здесь, кстати, очень и очень неплохие. Здесь вот Ultravox, Real Life. Здесь King Crimson, OMD. Berlin группа. Супер, супер. Весит как 3 LP, так скажем. Стоимость вот этого журнала с пластинкой около 1000 рублей, скажем так. Был у меня он уже, его забрали. Vena Symphonic Orchestra Project. Замечательный проект, друзья. Классный проект. У меня было несколько пластинок. У меня у самого, там на полочке моей, стоят пара пластинок. Это типа лондонского симфонического, когда они исполняли различные хиты. Это вот примерно то же самое, ничуть не хуже. Конкретно на этой пластинке Supermax, Sting, Genesis, Genesis исполняют они. Это 88-й год. Пресс немецкий. Стоимость до 1000 рублей. В идеальном состоянии. Rosie Rose. Это американская диско-группа. Ну, такая там довольно много народу. У меня она была, была не единожды. Но вот этот альбом, честно сказать, я не припомню. Возможно, он редкий. Это 81-й год. 81-й год. Что еще сказать? Ну, друзья, я не знаю, будет он на мешке или нет. Ну, я думаю, ну, тоже около 1000 рублей он, наверное, стоит. А вот это классный сборник. Замечательный сборник итальянских хитов. Итало Супер Хитц. 83-й год. Как раз вот самый, помните, кто помнит, рассвет. Рассвет 83-й, 84-й. Рассвет вот этого Итало диска. А здесь у нас кто? И Альбана, и Рамина Пауэр. И Ричи Повери. Умберто Тоцци. Тотто Кутуньо. Даже Рондо Венециано есть. Пупо. Рикардо Фольи. Умберто Тоцци сказал. Ричи Повери. Андриано Челентано. В общем, все-все-все наши любимые итальянские исполнители. Не самый частый сборник. Точнее, как сказать, возможно, он и частный, но на мешке он, так скажем, не задерживается. Недавно такая пластинка ушла что-то около... С рубля выставлялась и ушла что-то около полутора тысяч. Ну, я думаю, что вот, ну, тысяча сто в идеале, друзья мои, в идеальном состоянии. Ну, для тех, кто любит итальянцев. Триди Грис. Про этих девочек говорил не единожды. И это, естественно, лучшее их 81-го года. Это пресс, не знаю, английский, наверное. Ну, не буду доставать. В лоте точнее напишу. Не припомню сейчас. Английский, немецкий, тут не вижу. Стоить будет, ну, рублей 800. Вот здесь уже саундтреки. Это Голландия, голландский пресс, 83-й год. Здесь темы из различных, так скажем, фильмов. Вот здесь Лайза Миннелли Кабаре исполняет. Степпенволф исполняет «Беспечный ездок». Эвита также есть. Иисус Христос – суперзвезда пара композиций. «Стинг» Скотта Джоплина. «Стинг» – это имеется в виду саундтрек. Также здесь у нас «Крестный отец». Ну, в общем, выставлю, посмотрите. До 1000 рублей. Классные саундтреки. Ну, те, кто любит. «Джеймс Ласт». Сборный альбом какого-то, то ли, 80-х. Начало 80-х, то ли, конца 70-х. У меня такие двойники были не единожды. В идеальном состоянии двойничок стоить будет около 1000 рублей. Теперь опять-таки Франсис Ле. Почему опять-таки? Потому что показывал уже не единожды. Франсис Ле и Мишель Легран – мною любимые, так скажем, композиторы и исполнители. Это двойной саундтрек их. Он у меня и сейчас есть, и до этого был. Но там были голландские прессы. Это пресс оригинальный, французский. Ни разу у меня еще его продажи именно оригинала, французского, не было. Выставлю, и стоить он будет где-то 1100 рублей, примерно так. Майк Олфилд со своим альбомом 1982 года тоже несколько раз уже показывал, выставлял. Это пресс шведский конкретно этот, про грок. Стоить будет 1100 рублей. Бэддор – неплохая группа. Сейчас сижу, да, все вспомнил. Это, друзья мои, это переиздание их первого альбома 1972 года. Переиздание тоже какое-то, может быть, начало 80-х, может, конца 70-х. Но здесь еще нет никакого штрих-кода. Это хорошая, хорошая группа. Она исполняла в стилях таких, знаете, про грок такой. Ну, неплохо. Группа британская. У меня была такая пластинка в продаже. Пресс итальянский. Стоимость будет около 1200 рублей. Так, это у нас, друзья мои, Арла Гатри. Это американский фолк-рок-музыкант. Я как-то, он, честно сказать, мимо меня прошел. У меня несколько пластинок его были, но я его не слушал. Такая пластинка у меня тоже или была, или до сих пор есть. Ну, в общем, рублей 600-то он стоит там. В общем, такой фолк-рок. Вот это уже поинтереснее. Это уже джаз пошел. Это уже джаз. Это Гарри Бартон и Пол Блей. Вот, пожалуйста. Гарри Бартон – это джазовый виброфонист. Вот он. А Пол Блей – это джазовый пианист. Вот. Классная джазуха, друзья мои. Это английская пластинка 1990 года. Я думаю, не самая частая. Это такой фри-джаз, современный джаз. Ну, в общем, очень неплохо, на мой взгляд. Тут оригинальный такой сонет английский, оригинальный внутренний конвертик. По стоимости, ну, где-то 1200 рублей. Не самая частая пластинка. Рэнди Брэкер. Рэнди Брэкер – это трубач. Друзья мои, трубач из Bloodsweet & Tears. Он играл в этой замечательной команде. Это его… Он, кстати, не так много выпустил своих сольных альбомов. Он всегда с кем-то. Всегда вот он, когда выпускал без Bloodsweet & Tears, он все время с какими-то музыкантами. А вот так, чтобы он один, вы знаете, на пластинках, по-моему, один или два его альбома. Больше я не припомню. Или вообще вот этот один. Ну, в общем, сейчас не помню. Ну, это такой, друзья, можно даже назвать джаз-рок такой. Очень неплохо. Я его не сейчас слушал. Я несколько лет назад слушал. Но очень-очень неплохо. Полагаю, что стоимость такой пластиночки будет где-то 1000 рублей. Вот Чарли Ллойд и его квартет. Это, на мой взгляд, еще лучше. Еще лучше. Это 83-й год. Это тоже такой фри-джаз. Современный джаз. Здорово, здорово, друзья мои. Вот именно такой джаз мне нравится. Пластинка не самая частая, так скажем. Да, Чарли Ллойд – это американский саксофонист, руководитель своего квартета. Вы знаете, мне кажется, он до сих пор жив, и ему за 80 уже. Вот такой старичок. И это, да, год, я сказал, 83-й. Стоимость такой пластинки будет 1700 рублей. Вот еще Каунт Бейси и Дюк Эйлингтон. У меня тоже в продаже была такая пластинка. Она, естественно, продана. Вот я выставляю еще одну. На мешке такие есть, но издания какие-то там, вот такая же пластинка. Издания какие-то там, одно польское, другое югославское. Это нормальное голландское издание. Это, знаете, это переиздание их альбома 67-го года. Переиздание 70-го какого-то года, явно, какой-то середины 70-х. Вот. Стоимость такой пластиночки в состоянии неамин будет 1500 рублей. Вот что хотел сегодня показать, друзья мои. Не забудьте поставить палец вверх. Я постараюсь для вас еще подобрать интересные пластиночки. В ближайшее время сделаю очередной, так сказать, обзорчик. Спасибо вам всем большое за просмотр. Берегите себя, друзья мои. Все будет хорошо. Пока-пока.